Но, однако, я все равно взял эту тачку, прокатиться на ней какое-то расстояние и в очередной раз убедиться, что мне это нахер не нужно вообще. Не нужно, блядь, бить себя в грудь и говорить, что это охуенная машина. Это не охуенная машина. Это машина для людей, у которых нет денег, но они хотят выебываться. И говорить, что эта машина такая замечательная, такая прекрасная. Давидович, мы ездим на тот же, у нас все нормально, зато у нас ничего не ломается. Ну и ездите на своем доджин. Ну нравится вам, ну кайфуйте. Мне не нравится. Это как вот Камара. Это как вот Бамбл Пит. Сделали это Камара? Да, но внешне прикольно. Но на этом все заканчивается. И эта тачка ровно такая же. Она внешне очень стильная и очень прикольная. И я вам больше того скажу, сука, она мне нравится. Но только внешне. Пойдем посмотрим. Сделение сделали. Колеса. Я думал лысые колеса, но они не лысые. Ну они уже такие, как бы все, пожили. 305 на 35 на 20. Пора дернем капот, посмотрим, что у нас там под капотом. Ничего мы не дернем. 900 суток. Эта тачка будет стоить вам в Москве миллионов, наверное, 7-8. Но при этом за эти деньги вы не получите никакой продувки сидений, никакого массажа. Вы не получите никакой проекции. Вы не получите никакой курсовой стабилизации. Вообще ничего. Максимум, что вы получите, это постоянную головную боль по замене задних покрышек. Это то, что на этой машине можно просто приехать куда-то и устроить бернаут. Можно просто надымить, как дебилу. Вот просто надымить. Приехать. И все такие, гум, блядь. О, смотри, смотри, блядь, как он дымит, сука, смотри. Вот это все, что вы получите вот от таких американских машин. Здесь нету точности. Здесь нет филигранности. Здесь нету управляемости. Здесь вот этого всего нет. Это все сказки. Но это как бы... Чуваку интересно. Спроси, у него ему нравится эта машина. Я лайк виска. Прокапут был. Он думает, что она сломана. Он говорит, что она сломана? Так работает странно, говорит. Вот правильно думает. Правильно думает? Правильно. Вот прошел немец, говорит, странно работает. Она что, сломана у вас? Потому что немцы привыкли слышать ровный такт двигателя. А не вот такое. Ну, красиво, ты скажи. Да. Красиво. Пока мы едем в Баварске две девушки, я по-быстрому сейчас расскажу, что происходит. Знаешь, вчера я в Мюнхене. Ой, вчера я в Штутгарте покатался на подобном ведре. Я сказал, что она кончится. После 140 ехать реально страшно. Она очень боится ветра. Ее начинает носить. У нее никакая резина. Тормоза после третьего нажатия пропадают. И этот прекрасный автомобиль выглядит, что самое интересное, на 100%. То есть люди, которые видят эти тачки, они думают, ой, какая она крутая. Но в действительности это просто ветро с болтами. Ребят, здесь настолько много минусов, что я, честно говоря, даже не понимаю вообще с чего начать доебываться до нее. Монитор огромный, знаешь, нравится очень. Хороший монитор. Информативный, да? Информативный, знаешь, да. Ну вот смотри, навигашка. О, какая навигашка. Все, да? Да. А, просто она, блядь, ну она просто говорит, куда мы едем, и все, да? Мы на север, блядь. Ты что, конечно, смотри, 700 идут. Хороший. Фыр-фыр-фыр. Фыр-фыр-фыр. У меня с тормозами происходит сейчас. Ребят, у нас невероятное открытие. Это шок-контент. Моника признается в любви этой машине, потому что у нее была история там в жизни. Она связанная с такой машиной, и она ее очень любит. Очень. То есть ты реально любишь американцев? Я реально люблю не американцев, я реально люблю челленджеров. Именно его? Именно его. Именно его. Сегодня со мной связались ребята, сказали, слышь, братуха, нет, надо поговорить. И дали мне вот эту тачку. Она, кстати, не менее конченая, я вам сразу говорю. Значит, в чем это заключается? Во-первых, непонятно, как этой машиной управлять, потому что у нее, ну кто-то говорит, ой, ёпта, какая машина большая, у нее по 1000 лошадиных сил, приход просто невозможный, ну нереальный. Ну, то есть, ну, хочется везде просто рвать, рвать асфальт. Она не стоит на дороге, она вот так вот болтается, вот так вот крыкает, вот так болтается. Это не машина, которой я чувствую, что я управляю. Я не управляю эту машиной, она мной управляет. Причем, этой машиной управляет только одна вещь, педаль газа и безумный расход топлива. Вот это реально, правда, происходит в этом автомобиле. Красивый? Да. Внешне привлекает внимание? Сто процентов. Яростный, безумный? Абсолютно точно. Управляемый? Вообще нет. Безопасный? Вообще нет. Я бы на этой машине не ехал бы больше 200 км в час, потому что это просто уже становится супер опасно. Она просто больная, безумная, мощная. Да, она кричит, да, у нее орет выхлоп, да, все это как бы типа круто, шоу. Но вот эту машину можно иметь только для того, чтобы вот просто выехать во двор, сука, распугать всех бабушек, удивить всех школьников и настроить против себя всех местных жителей остальных. Но это очень круто и интересно, с другой стороны, потому что... Так что происходит? Потому что это как раз... Как раз в этой машине собраны те самые шоу-вещи, которые люди и хотят. Смотрите внимательно. Я еду сейчас для вас 150 км в час. Смотрите на руль то, что сейчас будет. Готовы? Смотрите. Вы видели такой пиздец на БМЭ когда-нибудь? Давайте салонку. Здесь походу ездил медведь, причем делал это в ногах. А вот здесь он залезал. Посмотрите, какой дешевый классик. Эта машина вообще не рулится. Но, возможно, она ель. Но сейчас я покажу вам машину, которая точно рулится и точно едет. А-а-а. Вот это поворачивает. Вот это может. Вот есть два типа тачек. Есть тачки, которые могут и умеют, и их научили. А есть тачки, которые не могут и умеют, и их никто этому не учил. Мы же то им сделали крутой, классный дизайн. Добавили дохренищего шипинных сил. И сказали, ребята, у нас самые крутые тачки покупайте. Ну, конечно, когда у человека нет опыта езды на машинах, и он не перепробовал разные машины, конечно, ему может показаться, что это типа хорошая тачка. Это хорошая тачка. И вот типа Давидович такой просто про него плохо говорит. Ну, возьмите, купите, потратите, продайте. Ну, здесь все то же самое. Звук. Кстати, здесь звук получше. Вот тоже карбончик вот сок. Заклеим. Если бы не карбончик, звук не дает звук. Эта машина имеет отношение к Воргер Штерну 100%. Я бежу, почему. Потому что, когда я нажимаю на газ, она начинает так же, как и он, подвывать. Мне так плохо, вот это одиноко, а без тебя. Типа без доджи. Мне так плохо, вот это одиноко. Бестолковая машина абсолютно. Резюмирую. Бестолковая машина. Ни качества никакое. Капот, блядь, прыгает. Посмотрите, капот. Я в котором ходит вот так после 200. Вот так вверх вниз. Что это такое? Я ее ловлю постоянно, я боюсь умереть. Что это за машина? Как так вообще есть? Мне в ногу дует, еб-то, отсюда. Откуда-то. Что, у той модели дуло? Что, у этой? В ногу задувать ветер боковой. Невозможно такой он быть должен. Руль неприятный. И что самое главное, вот эта машина будет стоить миллионов, наверное, 6, 7, 8, может быть, даже 9. В Российской Федерации. Сто процентов. Как один блогер купил джип, трек-хок, гурамчик. Он купил себе. Такая классная тачка, такая супер, такая она быстрая, замечательная. Но недолго музыку, блядь, играла. Быстренько нахуй эту машину и продал. Разыграл сразу. Потому что говно. Потому что никому не нужна. Потому что в салоне такая же блёдка. А потом что выбрал? Правильно. ММ-5 в кузове F90. Косадочный. Назара нет. Потому что хочет качество, потому что хочет быстрой, щёткой, правильной машины. Потому что понимает, покатался на одном, на втором. Ага, понятно. Значит, вот это так, а вот это так. И я одобряю его выборы и понимаю, что действительно BMW делают просто невероятные тачки для тех, кто понимает в рулёжке и понимает реально в машину. Я думаю, после BMW M5 никто не захочется и купить трек-хок или вот такой вот дерьмище. Макларен? Я сейчас перешёт, хотя сажу руку просто. Макларен уходит. Я газ получше зажёл. Макларен уходит, прям уходит. Злющая херня, я вам скажу. Крайне злющая. То есть, это просто конченая машина в плане мощности. Она крайне мощная и безумная. Но она при этом не управляется. Я тебе могу сказать, друг мой, который смотрит меня, что на Гольфе GT я получил больше удовольствия, чем от этой тачки, вот по этим дорожкам. Потому что она не стремна. На Гольфе Кайфу. Гольф контролирует ситуацию. И у меня педаль постоянно спадает. Тьфу, блядь. На газ педаль постоянно спадает. Неудобно. Видишь, здесь прикол такой. Типа красный ключ. Типа красный ключ, это типа анлим. Типа на всю мощность. Но все, что эта машина вызывает, в принципе, написано на ключе. Ну что, Моня, друг ты мой сердечно. Я не передумала. На карантин? На карантин. На 15 дней? Да. Изоляция. С кем будешь отсиживаться? У тебя это в одиночке? Я в одиночке. Ты заходи, я сошел. Хорошо. Короче, я отдаю это чудовище сраное просто вообще, которое, сука, пугает немцев и ни хрена не управляется. Что за звук? Ага, ну более-менее, ладно. Продолжение следует.